Ничейный результат этой встречи вряд ли порадовал киевских динамовцев и их почитателей. Во-первых, потенциал уровня игры соперников, и это было очевидно, достаточно разница. А потому счёт на табло 1-1 сам по себе обиден для киевлян. Во-вторых, и это самое главное, жёсткая борьба за выход четвертьфинала Лиги Чемпионов вынуждает команды строить очковую стратегию на каждую игру в групповом турнире. Ясно, что для Длобановского нужна была только победа. Какие у динамовцев сильные компоненты, заставившие говорить о них в прошлом сезоне, а нынешних соперников учитывать их? Коллективная игра и высокая функциональная подготовка, навязывающая противнику неудобного для того высокий темп, при котором используются наработанные на тренировках различные варианты атак. Однако явно отставание нескольких игроков в их индивидуальном мастерстве не позволяет полностью реализовать этот замысел. Лучший футболист матча Андрей Шевченко игол забил и постоянно активно участвовал в организации атаки с глубины. Но говорит это не только об универсализации Шевченко, но и о дефиците в сегодняшней средней линии киевлян ярко выражено плеймейкера. Далее. Для соперников уже не секрет. Иландский доказал проявившиеся в последних матчах позиционные ошибки в обороне Динамо. Уже через минуты после гола Шевченко гости воспользовались таким промахом и нападающий французской сборной Тони Верель сквитал счет. Конечно, объективно надо признать, что хозяевам не везло. Та же перекладина после удара Шевченко. Да и вратарь чемпиона Франции Дьём Вернюс был у гостей лучшим. Что ж, турнирная ситуация в группе Е заставляет Динамо Киев бороться по максимуму в каждой оставшейся встрече лиги. И прежде всего в ближайшей, с лондонским арсеналом. К сожалению, тот синдром, который был с Панатинайкосом, мы создали достаточное количество моментов, чтобы выиграть эту игру. Но их реализация была недостаточно высокой, если можно сказать, достаточно малой. Поэтому мы, наверное, не смогли довести игру до победы. И те несколько грубейших ошибок в обороне составили результаты. До следующей игры у нас есть три недели. Я думаю, что у нас есть время, чтобы исправить наши небольшие погрешности.